Это разработанный прототип. Это должно быть ключевой составляющей предстоящего развлечения для мисти, для всей аудитории. Соответственно, как бы это ни звучало странно, но это именно нужно восприниматься как некое такое... То есть это не должно быть скучное действие, когда вы пришли и отчитались. Всем должно быть интересно. Поэтому те, кто программирует, например, в вашей команде, они пусть программируют. Но наверняка у вас один человек, который занят чем-то другим. И пусть вот он подумает над этим. Как представить ваш проект, интересно. Самая интересная презентация в моей жизни была на одном мероприятии в Москве. Где, соответственно, ребята придумали, я не помню, то ли это онлайн какой-то пульт, или что-то, короче, пульт от телевизора. И вообще они сказали, что нам нужны телевизоры. Вынесли телевизор и разбили его молотком прямо на сцене. Это было действительно очень здорово. То есть я не призываю сейчас вас сюда что-то тащить. Времени нету, ничего бить не надо. Но, как бы, суть в том, что подать надо себя уметь. Соответственно, я бы хотел, чтобы вы все-таки придумали какую-то фишку, которая помогла бы вам в этом плане засветиться. На самом деле это важно. То есть поскольку члены жюри люди, в общем, на такие вещи тоже обращать внимание. Значит, подходя дальше, кроме вот такой, скажем так, фишки, которую вы делаете, вы должны, конечно, показать качественно вот ваш проект. То есть и первый вопрос, то есть если вам член жюри задает вопрос, а что вы сделали за сегодняшний день, за вот этот факатон, значит вы не сумели рассказать о том, что вы очень плохо подготовили презентацию. То есть у членов жюри не должны возникать элементарные вопросы. К числу элементарных вопросов относятся следующие. Я ничего не понял, о чем ваш проект. К сожалению, это типичный вопрос. Соответственно, решение этого проблемы, оно очень простое. Надо подготовить одно предложение, которое описывает ваш проект. И вот тот человек, который будет заниматься подготовкой, в общем, презентацией, может с этим предложением подойти к другим командам, к другим свободным людям, может быть тоже ко мне, к Леше, кому-нибудь из команды Теплицы, и пробовать протестировать, понятно ли из этого предложения, что, о чем проект. То есть если вы не смогли объяснить, о чем проект, это очень-очень плохо, могу вам сказать сразу. Пять минут времени более чем достаточно. Если вы не уложились, в общем, считайте, что вы, в общем, закубили свою презентацию. Даже при том, что может быть ваш проект вау, тем не менее, за пять минут вы не сможете в любом случае рассказать все ваши супер преимущества. Значит, таким образом, теперь по структуре презентации. Значит, презентацию сделать надо. У кого нет возможности сделать презентацию, в смысле, там нет компьютера лишнего или еще что-то. Вот у вас один компьютер, и за ним сидит программист, да? У нас есть один компьютер, мы можем вам дать компьютер, и вы сделаете там презентацию в Powerpoint. У кого еще такая есть проблема? У всех остальных нет проблем с этим? А как из Word-а в Powerpoint мне помогут? Никак, сделать в Powerpoint заново. Значит, вам нужно будет, у вас есть компьютер? Есть, да. Word категорически не подходит. Ребята, в Word не может быть презентацией. Если у вас презентация сделана в Word, вам сейчас надо просто садиться, все переделывать. А ряд картина. Картина, если у вас Word содержит только картинки, это хорошо. Но я боюсь, что ваш Word содержит кучу текста. Значит, и на слайдерах у вас вообще должно быть минимум текста. И сейчас я про это тоже расскажу. Ну, максимум три предложения на слайде. Значит, смотрите. Значит, по презентации, вот такие, значит, на сайте хакатона, hakaton.spb.ru, есть раздел новости. Он находится в самом низу страницы, либо вы просто выбираете пункт меню новости и, соответственно, переходите в раздел вниз страницы. Самая последняя новость. Называется ссылки для хакеров или как-то так. Так, там есть самая первая ссылка, это моя презентация, которую я показывал вчера. Я вчера все объяснил, что надо делать, но сейчас я повторюсь. На сайте хакатона, который hakaton.spb.ru. Значит, самая простая презентация делается очень просто. Простой шаблон, незаморачивательное оформление, в общем, это не принципиально. Пять слайдов, помню, пять. Первый слайд, логотип, название, слоган, который вы придумали. Или вот это вот одно предложение. Вот если вы вот это одно предложение напишите на первом слайде, вам всегда будет очень просто вспомнить его. Если вас спрашивают, о чем ваш проект, вы сразу перематываете на первый слайд и смотрите, хоть там зачитываете. Но, тем не менее, будет вам помощь. Но запомните, что читать презентацию – это признак плохого тона. Не читайте с презентации. Дальше. То есть я имею в виду, не надо вот так вот поворачиваться и читать. Так, так, так. Еще хуже вариант. Ну, тут все на слайде написано. Не надо так говорить. Соответственно, это вам, на самом деле, минус в ваши презентационные скиллы. И, в общем, это тоже очень хорошо. Значит, первый слайд. В общем, с ним все понятно. У всех там есть логотип, вроде бы, многим нарисовали какой-то. Есть у кого-то, с чем это, какая-то проблема? Может, еще быстренько нарисовать? Ну, да, я уже собрал сейчас. Значит, дальше. Второй слайд. Описывайте вашу аудиторию. Для кого вы делаете ваш сервис? Ну, я не знаю, давайте вот быстро. Кто, кто, вот вы. Для кого вы делаете ваш сервис? Для всех активных жителей, у которых есть ненужные вещи дома. Ну, окей, ладно. Можно написать это словами. Можно написать это словами. Можно какую-то картинку ставить, там ненужная вещь, там человечек, еще что-то, не знаю. То есть, это приняв во время. Так, еще у кого? Так, у вас какая проблема? Мы помогаем провести общее собрание собственников. Каждому собственникам. Отлично. Ну, очень примерно понятно. То есть, ну, на самом деле, то есть, окей, помогаем, это не проблема. Проблема, скорее, не... То есть, надо тоже грамотно сформулировать. То есть, я не знаю, есть некая безграмотность в том числе, например, в проведении, я не знаю, собрания. Законно собрания. Собрания просто не проводятся. Вот это действительно, вот эта проблема, мы пытаемся как-то решить. Соответственно, окей. А, стоп, аудитория, я вообще прискочил. Аудитория, кто ваша? Аудитория, каждый собственник квартиры, который... Собственник жилья. Жилья. Соответственно, старайтесь избегать всяких слов-паразитов. Значит, старайтесь избегать очень общих терминов, типа того, что наше приложение для всех людей Земли. Или... Я не знаю. И старайтесь избегать каких-то таких простых слов, типа «каждый». Ну, если вы... То есть, можно просто сказать? Для собственников жилья, это понятно. Слово «каждый», здесь оно просто лишнее. И... Да, во-первых, вы уменьшаете нагрузку, уменьшаете количество слов, быстрее презентуетесь, короче, только плюсы. Меньше слов, в любом случае, меньше слов, больше призовно. Хорошие слова. Значит, дальше. Второй слайд, в смысле, третий слайд. Это проблема, которую вы решаете. Ну, вот здесь я уже озвучил по поводу проблемы. Соответственно, всем удалось как-то определить вообще вот проблему, которую вы решаете? Есть такие, кто не определился? Хороший вопрос. У вас... С вами общались менторы, вроде как со всеми пообщались, бумажки заполнили. В этой бумажке есть пункт, какую проблему решаете. Соответственно, как вот вчера очень хорошо сказал Александр, что не надо смотреть будущее, надо смотреть прошлое. Надо смотреть на реальный опыт людей. Как люди делают те же самые вещи сегодня. Например, самый простой пример, допустим, как люди записывают какие-то заметки для себя. Как? На бумажку. Да, можно предложить альтернативный инструмент, это Evernote или Word. То есть вот проблема, а в чем проблема бумажки, например? Потеряется. Потеряется раз. Сложно искать, то есть нельзя искать. Скопировать нельзя. Нельзя скопировать и так далее. То есть, соответственно, вот почему у нас Word это нам нужен, да, а потому что были бумажки, стал Word. И еще есть такое очень важное правило, это я уже в целом тоже скажу, что вот нужны ли собаки и собачьи консервы? То есть собаки и собачьи консервы нужны, а рыбе зонтик не нужен. То есть не надо пытаться решить проблему, которой нет. И очень часто вот эти так галлюциногенные проблемы, придуманные вами проблемы, они мешают. Соответственно, подумайте над тем, чтобы действительно описать проблему, а не то, во что верите вот вы сами. То есть проблема конкретного потребителя. Соответственно, у бомжа нету жилья, это проблема. То, что бомжу нужно Android-приложение для того, чтобы что-то сделать, это не проблема. Это решение. Соответственно, вот, следующий слайд. Это решение, которое вы предлагаете. Можно описать, в общем-то, любыми способами, как вы хотите. Вы предлагаете, и вот здесь очень важно отметить, что вы будете, что вы презентуете. Это может быть мобильное приложение под iPhone или под Android. Это надо обязательно написать. Соответственно, либо это веб-сервис, либо это графическое решение, либо еще что-то. Соответственно, вы должны каким-то... Вы можете там взять архитектуру вашей системы, может быть, какие-то пункты описать. Может быть, это какой-то ноу-хау, опять же, это тоже можно описать. То есть, в общем, как вы пытаетесь решить эту проблему? Ну, обязательно должно прозвучать, что вы делаете. Мобильное приложение или веб-сервис. Решение, значит, рассказали. Можно приложить скриншоты. Если вы не успели что-то сделать, но у вас есть понимание того, как это будет выглядеть дальше, покажите это и расскажите. А вот тут у нас будет меню, там, в меню будут такие-то разделы, я не знаю. А вот тут будет такая-то функция и так далее. Расскажите о том, какие открытые данные вы использовали. Еще раз, да, подчеркиваю, последний раз. Поскольку у нас, как он по открытым данным, мы используем любую публичную информацию, которая опубликована в интернете. Без этого нельзя. Вы должны объяснить. Значит, мы пошли на этот сайт, взяли там эту информацию, приложили скриншот этого сайта. Ну, в общем, чтобы вы не придумали, что на этом сайте действительно что-то есть. Или вы карту... Вот у нас есть, короче, карта, мы ее спарсили, вытащили оттуда все данные, использовали. Либо мы использовали какой-то датасет, на таком-то сайте скачали. Соответственно, ссылку дать. То есть, нужен пруф того, какие открытые данные вы использовали. Дальше можно сказать, какие вы использовали технологии. Мы использовали там API, мы использовали там транспортный портал, мы использовали еще что-то. Написали на Java, на Python. В общем, такая дополнительная информация. Пусть будет. Ну и в конце, и после этого вы можете показать ваш прототип. То есть, уже непосредственно. Можно рассказать про планы на будущее дополнительным слайдом, после того, как покажете прототип. Можно... В общем, это... А, и вашу команду. Вы можете написать то в вашей команде. Соответственно, вот эту презентацию вам надо подготовить и скинуть заранее на наш компьютер. Она должна быть готова где-то за 10 минут до презентации. Значит, презентацию рекомендую в формате PDF. Если вы делаете в PowerPoint, делайте экспорт это в PDF. Это делается легко. Значит, какие советы по тому, как можно выступить? Соответственно, если... Еще раз. Задача жюри показать, какие вы супер-девелоперы или вообще супер-люди, что вы действительно что-то сделали. Поэтому идеальный вариант. Вы доставите мобильное... Рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте. Потом, типа, вот мобильное приложение, я продемонстрирую, как работает. И просто там показываете, на нем что-то нажимаете, что-то происходит. Соответственно, люди видят, что реально сделано. А, да, еще забыл. Помните себе обязательно. Обязательно рассказать надо, что сделано в рамках. Хакатона. Либо в виде отдельного слайда, либо в виде отдельного пункта. И последнее. Если бы вы приняли решение участвовать в одном из двух дополнительных челленджей. Это UMI Donation Challenge. Вы должны об этом делать дополнительный слайд. Можно его там назвать UMI Donation Challenge как-то и написать, что у вас там добавлена функция сбора пожертвований и на что вы собираете пожертвования. Если у вас это сделано в интерфейсе, приложите соответствующий скринжон. А если интернет-магазин, можно участвовать? А я уже рассказывал Ирине, что надо просто сделать Donation туда. Можно это описать, можно сказать, что ну вот, я не программист, условно говоря, но вот эта функция, короче, обозначить. В вашем случае это просто должна быть огромная кнопка на полслайда. Мы делаем Donation. чтобы жюри убить, то есть, загипнотизировать членов жюри, чтобы они поверили, что у вас там это вот прям есть. Соответственно, второй челлендж транспортный. Я не знаю, кто на него решил подать. Кто у нас транспортные приложения так начали? Были велосипеды, был Accessible City Navigator. Ну, короче, вот здесь два проекта, ну, в общем, если кто-то из них подастся, посмотрим. Это тоже можно обозначить. Соответственно, ну, поскольку Юми это вообще как бы вот отдельная компания, там надо обозначить, что вы делаете, используете сбор пожертвований. И два других приза, это сертификат на продвижение приложений, актуален только для тех, кто делает мобильное приложение, и, соответственно, вы сможете его использовать только после того, как вы загружаете ваше приложение на соответствующий маркет. И два приложения мы выберем, которым подарим вот эту вот функцию бесплатной разработки дизайна от краудсорсинговой платформы Go Designer. Окей, тогда, в общем, я от вас жду очень хороших презентаций, значит, презентации за 10 минут вы копируете на наш компьютер, и обязательное требование, последнее, что хочу сказать, зарегистрировать ваш проект на сайте Challenge Post. Обращаю ваше внимание, что ровно в 5 часов регистрация проектов будет закрыта, поэтому, если вы не успеете, это будет очень-очень плохо. Это придется мне отрываться, идти открывать это заново, что-то там редактировать, вы всех задержите, всех подведете. Поэтому сейчас вот просто, кто еще не зарегистрировал, немедленно садится, это делает. Ваш проект должен быть добавлен. Описание, актуальное название, какие-то скрины можно приложить, и можете туда же, если у вас есть презентация, уже загрузить ее, как только сделаете. Везде сети 5 у вас должен быть там проект, если его до сих пор там нет. Презентация все-таки будет с локального проигрываться здесь? Презентация будет с одного компьютера. Если вам надо будет открыть какие-то ссылки, вы подходите заранее. Мы на этом компьютере открываем все ваши ссылки. Если вам нужна презентация с вашего компьютера, подойдите заранее, расскажите. Соответственно, вы должны быть на готове перед тем проектом, кто выступает. Вот как только начались вопросы, вы сразу подходите, и в общем мы подключаем ваш компьютер, чтобы было без задержек. Значит, 5 минут на презентацию максимум. У меня большая рекомендация уложиться в 3 минуты, то есть рассчитывать на 3 минуты. И еще 3 минуты на вопросы у членов жюри, это аудитории. В 5 часов на сайте Challenge Post откроется открытое голосование для всех желающих за проекты. Согласно, если вы усидите в аудитории, можете тоже там голосовать за какие-то проекты, которые вы берете. Да хоть за себя. Это ни на что не влияет, но приятный бонус для проекта, который победит по выбору. Я бы хотел добавить по поводу логотипов. Вот я здесь уже 5 пары проектом сделал, у кого-то есть свои собственные, но большая просьба, соответственно, как Виталий уже сказал, чтобы у вас первый слайд начинался, чтобы там не было текста, да, вот чтобы был конкретно логотип, да, чтобы была яркая... Логотип, название, максимум, слоган. Вы можете сделать какой-то фон, но ради бога, не пишите о никаких текстах. Еще по поводу текстов, соответственно... Вот, соответственно, сделайте так, чтобы ваша яркая визуальная символика, она начиналась прямо сейчас с Хакатона, даже если у вас прототип только готов, чтобы люди запоминали вас визуально, это очень важно. И последнее, значит, по поводу оформления презентации. Значит, по возможности на презентации, там, на первом слайде напишите, не знаю, там, Хакатон 2014, как-то там отметить, что там разработано Хакатон, еще что-то. Все остальное оформление, в принципе, по вашему желанию. Не ставьте никаких бэкграундных картинок, лучше там сделать простое на белом фоне. Значит, текст. Идеально, когда у вас на одном слайде есть вот то, что говорится, не более 5-7 буллетов. Буллеты – это вот такие точки, списки, которые вы делаете, когда, да? То есть, вот 5-7 буллетов, соответственно, 5-7 пунктов – это максимум, который вы можете добавить. Соответственно, размер шрифта делайте не меньше, там, 30 или больше. То есть, у вас буквы должны быть большие, реально. То есть, чтобы помещалось, там, 5 строчек текста максимум. Не делайте мелких букв, не делайте длинных никаких описаний. То есть, по максимуму сокращайте текст. Кому сейчас еще понадобится помощь с презентацией, зовите меня, я буду помогать. Значит, через час презентации на компьютер и готовность открыть. Да, все.